В столице Дальнего Востока прошло одно из самых ожидаемых гастрособытий. На центральной площади города собрались более ста рестораторов и шеф-поваров от Арктики до Дальнего Востока. Основная концепция гастрономической площадки – это рестораны выходят на улицу и знакомят жителей и гостей города со своими блюдами региональной кухни. Казалось бы, Арктика так далеко от вас, а они думают, боже мой, неужели мы долетели до Владивостока. Вы можете себе представить, что для многих людей попасть во Владивосток – это мечта. Вы представляете, для многих Владивосток – это мечта, и мы исполнили эту мечту. Фестиваль в России проводится уже в третий раз, каждый год в новом регионе. В 2022-м организаторы выбрали Владивосток, который, по словам советника руководителя Ростуризма Юлии Рыбакова, является одним из наиболее перспективных городов для развития гастроиндустрии. Радует, что мы привезли больше ста разных проектов, больше сорока регионов представили свои продукции, свою кухню. И я вижу большие перспективы в том, что, несмотря на нашу в какой-то степени удаленность от центральной части России, мы можем попробовать Россию на вкус, потому что такие мероприятия, они как раз таки развивают внутренний туризм. Среди представленных в сорока палатках блюд можно найти как знакомую местным жителям классику шашлыки и плов в пинце, так и экзотику. Очень вкусно, очень интересно попробовать блюда разных регионов. А что мы взяли? Это Якутия, картошка с рыбой, не помню, как называется. И это из Мурманска, да? Да, Мурманская область. С олениной. Нам отлично, все понравилось, много вкусных угощений, много людей. Наша группа очень оценила это действие со стороны властей. Редко люди выезжают на такие мероприятия. Довольно неплохая организация. Мы сначала по-приморски, как жители Владивостока, взяли крабурек у супры, а потом взяли Мурманскую область. Там всегда очень вкусная треска. И попробовали суп и жареную треску. Ну, вкусно. Нам очень нравится, все очень классно, атмосфера вообще огонь. Особое любопытство у гостей фестиваля вызвала палатка с карельской кухней. На прилавке национальная выпечка из ржаной муки с начинками из лесных ягод, которыми славится регион, а также блюда из белых грибов и мяса. И, конечно, регион, стоящий на 63 тысячах озер, 25 тысячах рек и одно море, не обошелся без рыбных угощений. На самом деле, очень хочется рассказать вам про наш регион, про нашу кухню, про наш продукт, про нашу рыбу. Но, с другой стороны, очень хочется полюбоваться на ваш чудесный город. У нас была вчера экскурсия. Мы в восторге от океана. Мы уже купались. И ваше море немного солонее, чем наше Белое море. Также на гастрономической площадке состояла серия кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд разных территорий страны. Меню фестиваля было разделено на несколько тематических направлений. Арктическая кухня, Дальневосточная и кухня коренных народов. Анна Дьякова, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.